Документ комплексный, он во-первых конкретизирует понятие фермерской продукции. Сейчас такую маркировку может нанести любой производитель, и многие этим, кстати, пользуются. Во-вторых, изменения позволят кратно увеличить сбыт товаров благодаря созданию дополнительной инфраструктуры для малых форм хозяйствования. Все детали узнаем прямо сейчас у одного из авторов законопроекта, сенатора Сергея Митина, он в нашей студии. Сергей Ярославович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот для начала расскажите коротко все-таки о сути самого закона. Для чего он, почему вы вносите такие поправки? Внимательно, когда рассмотрели, вот собственно в преамбуле было уже сказано, если сегодня посмотреть структуру производства сельскохозяйственной продукции, то мы увидим, что более 50% все-таки сельскохозяйственной продукции производят малые предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства. Всего малых предприятий у нас около 20 тысяч по переписи 21-го года, крестьянско-фермерских и индивидуальных предпринимателей 118 тысяч и 16,5 миллионов личных подсобных хозяйств, которые, повторю только вот, отмечу, только в сельской местности находятся. Еще и личные подсобные хозяйства на окраинах городов есть, они не попали в это количество. Вот эти люди производят примерно 55% общей сельскохозяйственной продукции, но когда внимательно посмотрели на структуру этих предприятий, организаций, фермерских хозяйств, то, как правило, 90% это от 5 до 15 человек их численность. И, учитывая специфику сельскохозяйственного производства, им некогда, в общем-то, заниматься сбытом своей продукции, некогда крутиться около прилавков сетевых магазинов или около рынков специализированных, или ярмарок, вот на них делали большой акцент. Они, конечно, остаются. Нужна какая-то целенаправленная такая специализированная организация, которая будет помогать им сбывать, потому что их задача все-таки вырастет вот этот картофель или морковку, или животных вырастить, молоко произвести. Как это делается? По инициативе Валентина Ивановна Матвиенко было прямо близказано, были созданы два пилотных проекта в Тульской и Липецкой областях, где крупные сетевые организации организовали такие агроагрегаторы, то есть места, куда они брали эту продукцию селян, и уже потом ее реализовывали через свою сеть. Очень успешно. Мы посетили обе эти организации, я должен сказать, впечатляет, конечно. Никогда встречались с фермерами, никогда к фермерам не встретиться, и никогда им не попасть в такую возможность по всей стране огромной, значит, рассылать свою продукцию. Это надо же упаковать, отмаркировать, найти логистику, заключить договора, иногда даже проверить качество, войти в эти сети на договорных основах, и чтобы сети понимали, что качественные продукции у них, это невозможно просто сделать. И с теми фермерами, с которыми мы встречались, они просто говорили, мы бы не могли так развиваться, если бы этого не получилось. Но это тоже ограничивается отсутствием некого такого законодательного сегодня положения нашего, которое прежде всего определяет, а что такое фермерская продукция. Все привыкли, фермерская продукция, фермерская продукция. Это идиллия такая, что вот бабушка с дедушкой выращивает там на своем участке небольшое количество, и вот это фермерская продукция. На самом деле это не так, и очень многие сегодня пользуются этим названием, и под этим совершенно поставляя не фермерскую продукцию, а продукцию или крупных производственных предприятий, что не так уж может и страшно, а более страшнее, как это некие перепродавцы, которые просто скупают у людей эту продукцию, и потом уже под видом фермерской продукции ее, может быть, несколько дорабатывают и продают. Вот в нашем законопроекте мы прежде всего четко указали, что продукция, произведенная сельскохозяйственными организациями, выпадающими под критерии малое предпринимательство, то есть это до 100 человек численности и до 800 миллионов годовой оборот, именно сельскохозяйственного производства, они могут ставить на свои продукции такое клеймо, что это фермерская продукция. Это вот первый посол нашего законопроекта. Второй очень важный момент. Мы посмотрели закон о сельском хозяйстве, и, собственно, наш законопроект называется «Внесение изменений в базовые законы об развитии сельского хозяйства». Там 15 направлений, по которым государство, субъекты Российской Федерации и Федерация может оказывать меры государственной поддержки. Но ни одного из этих 15 нет, а создание именно вот этой инфраструктуры сбыта, потому что это своего рода некая огромная, в общем-то, инфраструктурная система, которая будет распределять все это огромное количество произведенной продукции, номенклатуру по не только сетевым магазинам, которые у нас 66 тысяч по стране, но и по существующим ярмаркам, существующим рынкам оптовым, розничным, по существующим сельскохозяйственным кооперативам, которые сегодня уже работают и продают. Вот эта вот инфраструктура должна быть создана, и государство, и субъекты при необходимости могут оказывать поддержку малым предпринимателям для создания такой инфраструктуры. Вы сказали о Тульской области и о Липецкой, как о вариантах, где идет апробация такой системы. Но это большие сетевики, это конкурентные компании какие-то, или это одна компания, которая занимается в этих регионах, таким образом распределением. И вообще, будет ли конкуренция на этом рынке? Нет, безусловно, конкуренция будет. Это две компании, специально взятые... То есть нет монополиста? Х5, конечно. Взятых Х5, есть система Магнит. Магнит находится в Тульской области, Х5 находится в Липецкой области. И они свои системы создают, которые работают именно по их сетевым магазинам. Существуют и другие еще сетевые магазины. Существуют и, уже как я сказал сегодня, это могут быть и с хозяйственной, и с бытовой кооперативы, которые тоже существуют. В любой форме могут создаваться и субъектами Российской Федерации, администрации субъектов, может создавать такие структуры. Частные предприниматели могут создавать такую структуру, которая будет работать, именно задачей будет вот взятие у кооперативов этой продукции, при необходимости доделка ее, маркировка, упаковка, составление логистических маршрутов, оформление документов всех сопроводительных. И в конечном итоге отправка уже непосредственно в розничную сеть. Вот задача этого агроагрегатора. А на цену как-то это повлияет? Вот хороший вопрос. Нам очень многие сегодня наши и инициаторы, и сторонники, и оппоненты нашего проекта, они говорят, что вот это якобы настройка. Но вот удивительно, когда приезжаешь на место и когда встречаешься с людьми, они даже просто улыбаются при этом. Он говорит, что цена определена уже полкой, и она не может изменяться по-другому, она уже существует. И именно не может это повлиять, потому что это не какая-то дополнительная работа, это ту работу, которую фермер сам не может сделать. Он, естественно, за нее платит сегодня уже, и, в общем-то, это все уже давным-давно существует, это уже работает. Понятно, что, коли он не может сам доставить, значит, он за доставку должен заплатить. Ну а какой эффект вы ожидаете после того, как все меры будут предприняты, да, все заработает, какой эффект получит, ну, не только покупатель, но и сам фермер? То есть все будет работать как часы. В каком плане? Как это? Ну смотрите, вот, к сожалению, я начал свое сообщение с информацией о данных государственной статистики. И когда мы посмотрели, к сожалению, количество фермерских организаций уменьшается, количество малых предприятий тоже уменьшается. Это тенденция, да. Тенденция, потому что люди видят, что им тяжело конкурировать сегодня. И на самом деле, представляете, у нас 16,5 миллионов личных подсобных хозяйств. Как ему, личному подсобному хозяйству, из них около 10% основным своим доходом считают продажа своей сельскохозяйственной продукции. Это огромные, огромные возможности КТР. Ну как можно семье организовать самостоятельно отгрузку своей продукции по огромной территории Российской Федерации? Конечно, это очень сложно сделать. Поэтому мы видим задачу не только насыщения рынка качественными фермерскими настоящими товарами, но и развитие сельских территорий. Потому что, на наш взгляд, это даст импульс развитию, приходу новых людей, новых организаций, которые очень выгодным, очень правильным делом займутся, уверены, что их продукция будет находить сбыт. Вот это очень главный момент, который мы видим, как одно из направлений комплексного развития сельских территорий. Весь этот положительный опыт, о котором вы сегодня нам рассказали, он каким-то образом сейчас формируется в какую-то программу, в документы, будет масштабироваться на всю территорию страны? Ну, конечно, дело в том, что мы привлекли два крупных сетевых организатора. Сюда они имеют свои, в каждом практически субъекте Российской Федерации, свои распределительные центры, свои магазины. И, конечно, их задача сейчас масштабировать не только на эти две области, ориентироваться, но и на другие субъекты. Но это дает возможность, еще раз повторяю, мы никоим образом не замыкаемся только на сетевых магазинах и только на сетевых организациях. Это дает возможность и бизнесу, и субъекту самостоятельно организовывать такие агроагрегаторы для того, чтобы импульс получить, получение избыта сельскохозяйственной продукции. Может быть, даже и маркетплейсы заинтересуются. Конечно, и сегодня уже это работает, но это даст некую новую волну вообще этому развитию. Мы сумеем еще с точки зрения государственной поддержки оказывать. Ведь вот когда я назвал цифры, сколько малые предприятия дают сельскохозяйственной продукции, я могу назвать и другие цифры, что из 380 миллиардов рублей, которые получило сельское хозяйство, допустим, в прошлом году на развитие, то малые формы получили около 14 миллиардов рублей. То есть мы видим, что несоизмеримые меры государственной поддержки тому объему сельскохозяйственной продукции, которая производится в стране. И прежде всего, это как раз мы видим сегодня, что это касается инфраструктуры сбыта. Не сами фермерские хозяйства, не им там нужна помощь, хотя это тоже идет сегодня и развивается. Но мы видим огромную помощь для создания этой инфраструктуры сбытова, которая поможет им продукцию свою сбыть. Продолжим мониторить ситуацию. Спасибо, Сергей Герасимович. Изменения в закон о развитии сельского хозяйства мы обсудили в прямом эфире с сенатором Сергеем Митиным.